Городки В нашем районе одним из первых возрождать русские традиции начал Одинцовский детский сад номер 23. Все для развития детей. И поэтому у нас инструктор по физической культуре, она высшей квалификационной категории, и она желает и хочет развиваться и развивать детей. Поэтому городки мы хотим внедрить в образовательный процесс как досуговую деятельность. Семинар-практикум «Городки для дошкольников» собрал специалистов по физической культуре со всего Одинцовского района. Гостей познакомили с преимуществами этого вида досуга для детей и наметили план по включению городков в процесс физического воспитания. Организаторам удалось увлечь игрой не только взрослых, но и малышей. Воспитанники детского сада в считанные минуты освоили правила и несложную технику бросков. Мелкая моторика у детей работает. Это складывать фигурки. Зрительная память. Все фигурки нужно запомнить. 15 их. Это немало. И научиться складывать. Координация движений. Выполнять броски. Это вот как бы то, что прямо на поверхности. Ну и дальше это и командный дух. Это как в спорте целеустремленность, как в любом спорте. Достижение победы, характер. Городошный спорт доступен для всех, включая детей, женщин, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Также он практически не имеет противопоказаний. По словам организаторов, возрождение этой исконно русской игры не только повысит уровень физической подготовки ребят, но и позволит участникам лучше познакомиться с традициями и обычаями своего народа. Екатерина Яровая, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».